Здесь добывают уголь и плавят железо. Здесь живут люди разных национальностей, которые любят свою малую родину. Где? Где? Мы в Караганде! Эту шуточную фразу знает почти каждый житель любой постсоветской страны. Только у нас в Казахстане ею отвечают зачастую всерьез. Своё небольшое путешествие по угольной столице Казахстана мы решили начать с первого памятника в мире, посвященной знаменитой фразе «Где? Где? В Караганде». Находится он практически в центре города, на территории одного из ресторанов по адресу улица Нуркен-Абдирова, 32-3. Монумент состоит из трёх фигур – двое мужчин, приезжие с чемоданом, и местные. А с ними зверёк-сурок, который является символом города. Возвращаясь к теме, Караганда – это гордое и сильное шахтёрское сердце, необъятное казахской степей. И как сосуды тянутся через Караганду дороги. Это большой железнодорожный перекрёсток, говоря современным языком, логистический хаб нашей страны. Сюда можно добраться практически из любой части Казахстана. Расстояние от столицы – 212 километров. Кстати, дорога платная. Мы выбрали шахтёрскую столицу всего на один день. Чтобы не потерять ни секунды времени зря, мы встретились с нашим добрым другом, путешественником, президентом историко-географического общества Виталием Шубтаром, который любезно согласился показать нам достопримечательности города. Почему мы здесь? Потому что для Караганды это самое, скажем, попсовое в смысле туризма место. Есть дворец культуры горняков. Это один из самых узнаваемых символов города. И он смотрит на другой самый узнаваемый символ города. Это монумент «Шахтёрская слава». Отсюда, в общем-то, удобно начинать экскурсии, потому что вот в ту сторону, если мы так скажем, это в сторону Астаны двигаться, начинается такая самая красивенькая, уютненькая часть так называемого нового города Караганды, которая застраивалась в 30-е, 40-е, 50-е годы. Именно в этой части города почти все дома и здания имеют значение в летописи города. С ними связаны интересные имена и истории. Это небольшой сити-тур. Ну, он такой, скажем, специализированный, потому что мы очень любим так называемый «дарк туризм». И для Караганды эта тема очень хорошая. У нас очень много что связано с Карлагом. При том, что мы понимаем, что тема печальная, но странным образом для Караганды влияние Карлага сказалось таким образом, что у нас научный, образовательный, культурный потенциал очень сильно из-за этого подрос. С первых секунд пребывания в Караганде в глаза бросаются особенности городского ландшафта. Мало какой казахстанский город обладает такими широкими проспектами, дома вдоль которых стоят на приличном расстоянии друг от друга. Этот город – один из самых молодых областных центров Казахстана. В отличие от многих других казахстанских городов, он не может похвастаться многовековой историей. Когда в 30-е годы Караганду стали вот здесь возводить, то есть был старый город, мы туда еще попадем. Вот это, по факту, первая площадь. Тут все дома, они памятниками истории являются. В 19 веке произошло судьбоносное для региона и города событие. Здесь нашли угольное месторождение. Это памятник Апаку Байжанову. По легенде, именно он в 1833 году первым открыл карагандинские угольные месторождения. В 19 веке здесь жили племена аргынов. Мальчик-пастух наткнулся на ценное ископаемое, когда пас овец волосного правителя. Быстро смекнув о пользе обнаруженного сокровища, он начал продавать уголь по местным кочеве. Спустя годы карагандинским углем заинтересовались российские промышленники и иностранные консессионеры. Здесь находился караганда уголь, то есть, по факту, главная контора промышленного города. Там дальше караганда гипрошакт, там учительский институт, там медицинский институт. То есть, ну, вот вокруг этого скверованного города такая была сформирована научная, административная часть. В центре города сохранились бараки периода 1930-40-х годов, в которых жили вольнонаемные рабочие. Их быт был лишь немногим лучше, чем у тех, кто оказался в этих местах в результате сталинских репрессий. Прогуливаясь по историческому центру, можно увидеть самую первую школу в этом городе. Кстати, это здание – ровесник караганды. Фундамент был заложен в 1934 году. Кроме школы можно увидеть здание КГБ, Госбанка, которые по сей день сохранили свое первоначальное назначение. По улице Костенко находится первое трехэтажное здание, построенное в этом городе. Вот оно. Итак, если у вас немного времени и вы настроены увидеть историческую караганду, нужно брать сити-тур. И за два часа вы сможете осмотреть первые городские постройки и послушать их историю создания. Обойдется это вам в среднем в 3000 тингез человека. Ну а мы отправляемся в старую часть города, где находятся шахты и где дома и бараки строились в пешей доступности от мест работы. Можно сказать, это сердце старого города Караганды. То есть Караганда как возникала? Была куча шахтных поселков, которые были, соответственно, при шахтах. И вот, ну, примерно, грубо так, посреди всего этого располагался вот этот такой участок прямоугольный. В этом месте сохранился настоящий реликт эпохи – здание Карагандинского казахского драматического театра. Сегодня от него остался лишь остров. Когда-то этот театр возвышался как дворец новой эпохи среди шахтерских бараков. Но уже в 1960-е годы место стало непригодным для жизни из-за просадки горных пород, и народ стал массово пережать в другие районы. Разрушившееся здание театра сегодня выглядит словно осколок старой советской Атлантиды. Иностранным туристам это всегда интересно. У местных тут больше такое, это прикольная фотозона. В прошлом году даже была идея у одной из казахско-аргандинских организаций сделать тут какой-то, скажем так, исторический парк. То есть здание можно же не до конца восстанавливать. Есть очень интересные технологии, я такое в Европе видел, благодаря каким-то прозрачным панелям, либо 3D каким-то конструкциям. Ты можешь его видеть с определенной точки, как оно выглядело в основном варианте. То есть вариантов всегда много. Но, очевидно, самая большая проблема, что в это вообще никто не верит. В Караганде вообще мало кто верит в то, что сюда кто-то может приезжать ради туризма. Ну, я имею в виду из властей. Хочется верить, что местная администрация все же обратит внимание на исчезающих свидетелей старины. И это здание все же получит статус памятника архитектуры. Далее в маршруте сити-тура интересный музей. Добрый день. Вы попали в очень странный музей. Мы единственный в мире экологический музей. Мы не нашли другого такого. И мы создали его еще в прошлом тысячелетии. Да, мы уже не новые. Больше 25 лет. И мы стараемся рассказать посетителям, что интересного есть тут в природе Казахстана. И что нехорошего человек успел с этим сделать. И как это победить. Всего в экомузее можно увидеть 14 экспозиций на экологическую тематику. В коллекции находится огромное количество экспонатов, собранных по всему Казахстану. Среди них даже есть фрагменты самолетов и ракет, производственная и военная техника советских и постсоветских времен. Особенность этого музея в том, что здесь все экспонаты можно трогать руками, нажимать на все эти кнопки и запускать ракеты. Некоторые экспонаты довольно экзотические. Это носовой обтекатель советской ракеты противовоздушной обороны с ядерной боеголовкой. Такая система С-200. Рядом еще более экзотический экспонат. Это часть электролазерного оружия. Было такое экзотическое оружие, которое испытывалось в Карагандинской области на полигоне Сарышаган. Все всякие фантастические разработки ученых, которых показывают в голливудских фильмах, как сумасшедшие ученые, вот они все испытывались в Карагандинской области. Экспозиция музея рассказывает много интересного о полезных ископаемых страны, этапах их добычи и переработки. Этот телефон попал сюда из шахты. Особенность его в том, что он выдерживал мощную волну взрыва. И после взрыва с него можно было звонить. И он очень тяжелый. Прием, прием. Находится музей по адресу Бухар-Жирау, 47. Работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 18.00 вечера. А если хотите попасть в выходной или праздничный день, нужно предварительно записаться. Входной билет для взрослого 300 тенге. Это камера 60-х годов. Именно на такую камеру снимали телепередачи. А сейчас мы снимаем на такую. Еще один музей, который стоит посетить в Караганде, это, конечно, музей истории края. Находится он по адресу улица Ерубаева, 38. Наш музей один из старейших в Центральном Казахстане. Он был образован в 1932 году. На сегодняшний день в экспозиции нашего музея и фондах музея находятся свыше 150 тысяч экспонатов. Ну и, конечно же, наш музей располагает большим материалом, который рассказывает об истории нашего края с древности по современный период. Я бы хотела вас пригласить на небольшую экскурсию по нашему музею. Всего в Краевическом музее Караганды насчитывается 16 выставочных залов, общая площадь которых примерно равна 1800 квадратных метров. Все залы музея делятся на пять научно-исследовательских отделений. Раздел археологии и этнографии, отделение общей современной истории, залы экскурсионно-массовой работы и так далее. Экспонат, который, несомненно, будет интересен всем туристам, это настоящее захоронение, оригинальные останки девушки 15-17 лет, которые относятся к бронзовому веку, к эпохе андроновцев. Есть музеи-залы, рассказывающие об исторических традициях казахов, об этнографии и декоративно-прикладном искусстве, о строительстве и развитии города и разработке угольного бассейна, о космонавтике, о первых исследователях края. Вот это одно из интересных экспонатов нашего музея. Это случайная находка профессора Киселева из Москвы. Еще в 40-е годы он исследовал здесь, недалеко от Караганды, в реке Михаловке, поселке тогда, он был найден в это вооружение. По последним исследованиям, это вооружение относится к 17-18 веку и к оружию турецкого воинов, то есть это турецкий таган. Как данный таган попал в Центральный Казахстан, доподлинно неизвестно. Возможно, оружие с рукояткой слоновой кости было привезено на знаменитую куэндинскую ярмарку. Также есть версия, что, возможно, таган был подарен почитаемому местному бию. Интересная экспозиция появилась здесь в 2021 году. Это реконструкция захоронений мавзолея Болганана, который находится недалеко от реки Каракингр. Женщина лет 40-45, которая держит золотую тарелку. По легенде, Болганана, возможно, была дочерью или невестой Чингисхана. А еще по одной легенде, она была правительницей этих мест. Музей работает ежедневно с 9 утра до 18.00 вечера. Цена билета для взрослого – 500 тенге. Место, которое будет интересно туристам, находится по улице Тулепова. Это архитектурно-монументальная композиция, посвященная певцу, популярному поэту, актеру и художнику Виктору Цою. Памятник появился здесь 6 лет назад. Проект стал подарком городу от фонда казахско-корейской дружбы. На открытие сквера приезжал отец Виктора Цоя – Роберт Максимович. Конструкция развернута на восток, спиной к западу. Она представляет собой лик Виктора Цоя на фоне солнечного затмения. Чтобы увидеть лицо, необходимо найти нужный ракурс. К слову, чтобы увидеть Караганду в новом свете, мы сегодня тоже поменяли ракурс. И нам удалось узнать за один день много интересного. Путешествие – это не всегда дорого и не всегда долго. Изучайте Казахстан вместе с нами. Это проект «Большая страна». До новых встреч в вашем регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова